Спасибо. Добрый день, коллеги. Рада вас видеть здесь. Рада, что вы нашли время, вырвались послушать мое сообщение. Я надеюсь, что у вас такая же хорошая погода, как сейчас в Москве. Наконец-то, очень резко, из холодного ноября, поздней октябрьской погоды, мы перекочевали в лето. У нас больше 25 градусов за окном, что совершенно непривычно. Но, тем не менее, это не мешает нам получать удовольствие от того, чем мы с вами занимаемся. Сегодня у нас вебинар, как обычный для меня, он посвящен глобальным образовательным порталам. И цель этого вебинара – помочь вам выработать стратегический взгляд на то, что происходит сейчас. Потому что сейчас очень много суеты, очень много попыток как-то освоить расширившийся резко рынок онлайн-образования. И здесь, как и сейчас, как никогда, очень важно посмотреть на ситуацию стратегически. Может быть, у меня слишком сильно отсвечивают очки. Может быть, так лучше. Вот. Я считаю, мы присутствуем при таких вот замечательных совершенно переменах в нашей жизни и в нашей профессии. Итак, собственно, я когда заявляла тему этого вебинара, а было это практически год назад, потому что все, кто сотрудничает с Павел Юрьевичем, заявляют тему на год вперед. Вот. Я, собственно, имела в виду рассказать вообще о глобальных образовательных порталах, о том, как они влияют на нашу профессиональную жизнь. Но когда стала готовиться к сегодняшнему вебинару, я обнаружила там столько интересного, связанного с коронавирусом, с нашим карантином, с нашим пандемией, с тем, что я называю большим скачком в онлайн, что я поняла, что сегодняшний вебинар я посвящу тому, чтобы рассмотреть, что происходит с глобальными образовательными порталами, что происходит с этой вселенной массовых онлайн-курсов, про которые я рассказываю практически на каждом вебинаре. И как на модельной системе, да, вот, посмотрим, что происходит с ними, и мы поймем, что происходит, что будет происходить с нами. Вот, как-то самоопределимся в этой сложной среде с высокой степенью неопределенности, соотнесем это с тем, что происходит у нас. То есть глобальный образовательный портал – это все-таки не совсем мы, да, посмотрим, что происходит у нас, и тогда действительно я думаю, что мы с вами достигнем формирования вот этого стратегического взгляда на то, что происходит. Вот, и еще раз самоопределимся. Итак, чтобы рассуждать о том, что происходит сейчас, давайте посмотрим на то, что было раньше. Собственно, история вопроса, вот, сама эта вселенная, да, или, как называют, мук-движение, или я называю онлайн-система, новая экологическая система образования, она возникла в 2011 году, в самом конце. Это, собственно, был эксперимент. Не забывайте, что это был эксперимент. Это не было никем запланировано. Несколько образовательных стартапов, а именно, так сказать, возникли. Причем понятно, что это было сначала Udacity, потом это была Coursera, потом это был Edex. И возникли они, в общем, действительно, так сказать, на пустом месте, если не считать пустым местом. Если считать пустым местом, собственно, такой образовательный бэкграунд. Это были профессора Стэнфорда и Массачусетского технологического института. Естественно, это был Эндрю Энг со своим курсом искусственный интеллект, как основание искусственного интеллекта. И это был Ананта Гарвал со своим курсом по электротехнике, посвященным контурам. Вот это они предложили, просто выложили два, значит, Стэнфорд-2, по-моему, Огарвал-1. Подождите, несколько. То есть несколько бесплатных онлайн-курсов были выложены просто в интернет. И туда народ начал записываться. То есть буквально там десятки тысяч человек записывались в течение недели, если не дня. И это породило огромный интерес к этому всему. И стали появляться, как грибы после дождей, это даже мягко сказано, экспоненциальный рост, взрывной рост числа записавшихся на эти онлайн-курсы, число университетов, которые начали разрабатывать онлайн-курсы. И вот картина, собственно, динамика вот этой системы, динамика некоторых показателей, приведена на этом слайде. В частности, это число зарегистрировано слушателей, которое в 2018, в конце 2018 года достигло уже, так сказать, где-то порядка 100 миллионов. А в 2019, вот на конец года, в 2019, это было уже 110 миллионов слушателей, которые обучались на 13,5 тысячи предлагаемых курсов, были зарегистрированы. Эти курсы были разработаны в 900 университетах. И уже к концу 2019 года можно было получить 50 академических степеней, вполне легитимных, включая университеты Лиги Плюща, получить академические степени от университетов Лиги Плюща, обучаясь чисто онлайн. Вот такая вот динамика. Все это, конечно, было, привлекло массу, это было такое мощное явление, которое привлекло массу внимания. Понятно, да, что вы видите, какой прирост даже числа курсов, числа университетов, все в течение, извините, ну считайте, с 12, так сказать, в течение 8-9 лет. Вот все это произошло, вот эти все эти миллионы, все эти десятки тысяч, десятки академических степеней, десятки тысяч курсов. Вот, поэтому, конечно, это привлекло огромное внимание, стало очень сильно влиять вообще на образование вообще. И если вы помните, что я рассказывала на предыдущих вебинарах, а я надеюсь, что здесь многие из тех, которые были на моих предыдущих вебинарах, вы помните, что, значит, были, так сказать, эта система развивалась достаточно долго и не всегда просто. Если первые курсы, что привлекло внимание еще при, так сказать, возникновении, то, что вот эти сотни тысяч, смотрите, буквально, значит, на первые два курса, на курсере, если не на один, записалось 150 тысяч человек. Не было никакого маркетингового бюджета, работало исключительно страфанное радио. Понимаете? Вот, и это проделало, конечно, большой интерес. А что, собственно, происходит? И это и проделало то, что называется первый хайп, когда росло число слушателей. Вот, число слушателей этих курсов. Курсы эти получили название массовые открытые онлайн-курсы. Произошло это не сразу. Произошло это после первого года появления этих курсов. Вот, и кто же их назвал, я уже не помню, чьи именно статьи. То есть они не сразу получили такое название. Вот. Чем же вот эти вот массовые онлайн-курсы отличаются? Если посмотреть... И до этого были вообще порталы, я о них рассказывала. OpenLearn или OpenCosB. OpenLearn от Открытого университета Великобритании, OpenCosB от Массажирско-эксологического института. Вот. Такой же есть портал и у Стэнфорда в своих онлайн-курсах. Но то, что было до муков, это были традиционные онлайн-дистанционные курсы. Они предполагали наличие преподавателя, наличие подсвоения кредитных баллов, да, и ограниченное число слушателей, чтобы они могли контактировать с преподавателем. Вот что это был традиционный дистанционный онлайн-курс. Я начинала учиться в системе дистанционного образования в 98-м году. Я все это сама видела в школе бизнеса, открытом университет Великобритании, где я до сих пор тьютер. Так, теперь, а вот массовый онлайн-курс, он предполагает, прежде всего, бесплатность. Курсы бесплатные. Если вы помните мой вебинар по монетизации, по тенденциям, потому что по монетизации муков, то вы помните, что контент бесплатен, а платный, как правило, сертификат для степени. То есть отсутствие платы, кредиты за массовый онлайн-курс не присваиваются, и не ограничено большое число слушателей. До 450 тысяч человек на одном курсе. Это абсолютный рекорд курса по подготовке к сдаче экзамена по английскому языку в системе ILTS. Так, открытые образовательные... Вот порталы были и до того, до появления MOOC-движения. Например, OpenCourseWare, это от Массачусетского технологического института, например. Это видеозаписи лекций или это тексты. И слушатель как бы сидит где-то на задней парте или на Камчатке и наблюдает за тем, как происходит обучение. Я здесь перечислила несколько порталов, дала ссылки. Кстати, вот в эту презентацию я включила достаточно существенное количество полезных ссылок на курсы, на порталы, на ресурсы, которые вы можете использовать, для того, чтобы больше узнать о том, что происходит сейчас и как вообще выработать свой стратегический на этот взгляд. OpenLearn от FutureLearn, я уже говорила, от открытого университета, я уже говорила. И у нас аналог вот такого портала, это ТВ-культура, в смысле проект Академии на ТВ-культура. Там порядка 457, по-моему, лекций, прочитанных нашими ведущими специалистами российскими по самым разным областям знаний. Я с удовольствием этим пользовалась, жалко, что не продолжается этот проект, он уже начинает тихонько устревать. А вот формат массовых онлайн-курсов – это уже не наблюдение со стороны, наоборот, ты реальный курс, ты активно туда вовлечен, и этот курс ориентирован на слушателя, на тебя. И он часто включает не только образование, но и развлечение, то есть те или иные элементы игры, всякого рода геймификацию. То есть вот что такое массовые онлайн-курсы. Так вот, первый хайп 2012-2015, и даже 2019-го, как бы этот хайп, он такой был продолжающийся, первый хайп – это рост числа курсов. Ну, темпы были несколько, замедлялись, вот видите, тут был очень резкий рост. Так, где у меня, а вот она, указка. Вот динамика, вы видите, что был резкий рост первые годы. Вот, он был за счет глобальных порталов, то есть та же Coursera, тот же Edex, тот же Udacity, тот же FutureLion. А потом к ним присоединились региональные порталы, то есть рост последних пяти лет, вот этот первый хайп продолжается за счет включения в это движение региональных, локальных образовательных порталов. Прежде всего, это, конечно, китайский портал, Zutang, это индийский, это, значит, латиноамериканский портал и так далее. Я прошу, обратите внимание, что здесь вот эта статистика дана без учета китайских, без учета Китая, потому что такой уважающий себя аналитический портал, как Class Central, агрегатор онлайн-курсов, созданный, кстати, тоже в 2011 году, вот, и его создатель и лидер, руководитель этого агрегатора, Затхавал Шах, он был студентом на одном из первых на счет онлайн-курсов. Собственно, по-моему, в ИДЭКСе, в смысле, от Матсуществительского технологического института, так предложила Анна Антону Агарвалову. Итак, значит, здесь нет, так вот, уважающие себя порталы, они не приводят китайскую статистику, они не доверяют. Вот такая история. То есть вот то, что мы видим, это без Китая. Представьте себе, что было бы, если сюда включить Китай. Здесь в разы всего было бы больше. В частности, онлайн-курсов на китайских порталах предлагается в 24 раза больше, чем вообще в России есть. Да, секунду, да, 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 по-моему, так, по крайней мере, я сейчас это говорил Ярослав Кузьминов на последнем салоне образования. Так, мы еще вернемся к этому. Так вот, вот это был первый хайп. Почему вдруг появилось такое мощное движение, и чего, собственно, университетам было нужно, когда они начали создавать эти онлайн-курсы, и резко в это движение включаться. И здесь трудно, так сказать, до сих пор как бы строятся разные гипотезы, но основная из них это то, что синдром FOMO, это синдром что-то пропустить. Настолько бурный был вот этот рост, да, без во всякой рекламы, рост числа курсов, рост числа записавшихся, да, на эти курсы, он был настолько бурным, что университеты почувствовали, что здесь что-то есть, и испугали, что здесь что-то пропустят. Вот, и начали резко вскакивать на подножку этого трамвая. Вот, наша национальная платформа появилась только в 2016 году, на 5 лет уже курсера. Вот, то есть наши раскачивались довольно долго. Вот, а остальные университеты прыгали очень активно на эту подножку, и, как мы видим, сейчас их побольше 900. в этом движении участвуют. Это первый хайп. Какой был второй хайп? То есть когда стало понятно, да, что вот эта новая вселенная, что там финансово была разработана модель, значит, финансовая, то есть модель, бизнес-модель, долго достаточно искали эти муки, вот их авторы. Ирина Сигурьевна, я отвечу обязательно сейчас на ваш вопрос. Так, и в 2018 году, собственно, уже аналитики, это статировали, что финансовая модель заработала, и мы о ней говорили на одном из моих предыдущих семинаров. Я напомню только, что это разные уровни монетизации, на уровне курса, на уровне специализации, вот, что можно получать деньги в продаже сертификатов, там, продажа степеней, ну, смотри, не продажи, а присвоить оплату степеней, оплату сертификатов, вот, оплату доступа к контенту иногда, вот, в разной степени и на разные периоды. И, собственно, уже вот эта разработка финансовой модели привела к тому, что у нее была констативна, была констативна смерть, как бы, бесплатных онлайн-курсов. Но что с этим произошло дальше в связи с пандемией, мы увидим чуть позже. Ну, так вот, второй хайп заключался в том, что начался рост, резкий рост числа академических степеней, которые можно получить за счет обучения онлайн. Вот до 18-го года можно было получить разные сертификаты и так далее, но вот онлайн-степени совершенно легитимны от ведущих университетов. То есть степени академические от ведущих университетов, обучаясь онлайн, было получить затруднительно. Были единичные случаи, например, в Политехническом университете штата Джорджия, мы еще об этом поговорим. А вот в 18-м году был резкий рост числа таких степеней, там было вот 50, сейчас 55, по-моему, степеней можно получить, обучаясь онлайн. Так, вопросы, да, Баженова, Ирина Юрьевна. Получается, что онлайн-сегмент окончательно признан уже сегодня всеми участниками, и не только рынка. Вы знаете, я не очень понимаю, что вы понимаете под признан. Ну, конечно же, он признан. Я вам сейчас скажу, собственно, сейчас он был говорить о будущем нашего высшего образования, по мнению ректоров ведущих университетов. Вы увидите, что там происходит. Пока мы говорим об истории вопроса, о том, что происходит сейчас. Признаются ли у нас сертификаты курсера? Вопрос в том, что такое у нас. Если у нас, извините, как бы не всегда признаются дипломы даже университетских, наши ведущие наших университетов. Вот, это первое. А второе, у нас это разное. Например, если вы устраиваетесь в какой-нибудь местный вуз, институт, то могут и не прийти, им будет все равно. Может, они уже не слышали о том, что такое курсера. А если вы устраиваетесь, вот я лично на месте работы дателей, я бы, наоборот, я бы не принимала на работу людей, которые не обучились хотя бы на одном курсе за последний год. И, собственно, к этому и идет. Да, собственно, к этому и идет. Некоторые университеты, там, при высшей школе экономики, они уже включают онлайн-обучение в KPI, да, ключевые показатели деятельности своих ППС. Так, доступность презентации мы уже разговаривали. Итак, теперь, значит, первый хайп был рост числа курсов, записавшихся на них. Второй хайп – рост числа академических степеней, доступных через онлайн. И третий хайп – он сейчас. Вот то, что происходит сейчас, это всплеск хайпа, это такая волна, да, шум огромный вокруг чего-то. Вот третий хайп – вокруг онлайн-образования. И статистика такая. Вот я привожу статистику того же агрегатора массовых онлайн-курсов, класс-центра, упакованного и уважаемого. Вот, повторяю, повторяю, так, не будем сейчас говорить по статистике китайскую. Вот, что они получили, вот они, значит, проанализировали, что они получили за... Какая динамика была их показателей с середины марта до середины мая. Смотрите, до середины апреля, вот, смотрите. За 2000, за один месяц этого года они получили, так сказать, заходов больше, на полмиллиона больше, чем за весь 2019 год. Впечатляет? Так, просмотров страницы за 2019 год был до 101 миллион, а за месяц, с середины марта до середины апреля этого года – 30. Регистрации зарегистрировано было за весь 2019 год – 355 тысяч человек, за месяц этого года – 380 тысяч. Больше всего их впечатлило это количество переходов со страницы агрегатора онлайн-курса на страницы провайдера онлайн-курса. Потому что, как это устроено? Вот, агрегатор онлайн-курса, он дает информацию абсолютно по всем курсам, которые доступны, которые уважаемы, да, то есть, которые стоит давать, как они считают, или доступны для того, что, ну, то есть, как более-менее серьезно представленных. Если критерии какие-то интересуют, то это можно потом судить. Значит, представленных в мире, да, и, ну, и вот китайские, опять же, здесь могут и не совсем приводиться курсы, но вы, если вам что-то нужно, вы хотите получить какие-то знания, получить в определенной области или какие-то практические навыки или познакомиться с университетом конкретным, с конкретным профессором-разработчиком. Вы идете на этот агрегатор, и там есть система поиска, вы как бы гуглите фактически внутри этого агрегатора, значит, поисковую строку забиваете то, что вам надо, и он вам выдает, собственно, результат, и вы в этом результате, и вы дальше, если вам что-то заинтересовало в этом списке, вы кликаете «Перейти на страницу провайдера». То есть агрегатор онлайн-курс собирает информацию по всем курсам от всех провайдеров. Провайдеры – это, прежде всего, порталы образовательные, глобальные, региональные, и на этом портале размещены курсы от разных университетов, разных преподавателей на разные темы и разных уровней, и вы кликом вот этим со страницы агрегатора попадаете на страницу провайдера, где предлагается интересующий вас курс. Вот что такое клики, переходы на страницу провайдера. Так вот, они получили таких кликов за месяц 2020 года, с середины марта по середину апреля. Они получили в два раза больше таких переходов, чем за весь 2019 год. Вот, на два миллиона. То есть народ активнейшим образом обучается, он ищет нужные курсы. Так, было создано, значит, в пять, какой пять, чуть не в восемь раз больше разных, да, практически в восемь раз больше списков интересующих курсов. То есть каждый заходящий формировал для себя список интересующих его курсов, и таких списков за месяц возникло восемь раз больше, чем за весь 2019 год. Закладок за месяц было создано на 300 тысяч больше, чем за весь 2019 год. Вас не впечатляет вот это вот? Меня лично это очень впечатляет. То есть народ, люди кинулись очень активно обучаться на онлайн-курсы. Это третий хайп, вот, резко выросла востребованность к онлайн-курсам. То есть пандемия вызвала резкий рост интереса к онлайн-обучению. Об этом даже пишут многие газеты. Такая газета, как New York Times, которая вообще много внимания уделяет этой ему вселенной. Вот, пишет, муки возродились из пепла, пишет New York Times. А был ли пепел, вообще, на самом-то деле, если взять, то есть, так сказать, инвестия о смерти мазок онлайн-курсов, там рост просто вышел почти на некое плато, да, там, как бы, были внутри игры, там, поиски способов, были фигмонетизации, там, и новые направления, в частности, появления онлайн-степеней. Вот это все было как внутри. И вдруг вот это вот, но само это движение, оно продолжало, оно очень эффективно развивалось. И за эти годы, буквально за эти годы можно пересчитать, годы развития этого движения со стартапов вообще фактически там с каким-то нулевым бюджетом, потому что просто, что сделал Эндрю Энг, один из создателей курса? Он просто выложил в интернет за бесплатно доступный свой курс по искусственному интеллекту. Все. А за счет сарафанного радио туда информация распространялась, в него там записалось 58 тысяч человек буквально в течение двух недель. Собственно, вот такой был стартап. А дальше это все пошло очень эффективно развиваться. И, кстати, в течение, меньше чем с одного года, уже и Курсеры, и Эдекс, и Юдасити нашли стратегических инвесторов, которые вложили десятки миллионов долларов, по порядку 60 миллионов был бюджет через год у Курсера из Стэнфорда, из венчурных. Курсера у нее венчурное финансирование. Эдекс – это финансирование со стороны учрежденно-технологического и Гарварда. Юдасити, по-моему, у Стэнфорда тоже венчурный, вы точно не помните. И за год они привлекли, я имею в виду, за первый год, в 2012 году, их уже было 60 миллионов инвестиций. Никаких гарантий возврата инвестиций не было тогда. Никто не знал, чем это кончится. Тем не менее, вот инвестиции пошли. Так вот, сейчас доход Курсера в 2018 году составил 140 миллионов долларов. Доход. Рост в 2019 был примерно, так сказать, где-то миллионов 15 они добавили. А в этом году, я имею в виду, в 2020-м, они прогнозируют, что получат на 30% больше. Это будет порядка 200 миллионов долларов от доход Курсера. За 8 лет вот такой вот рост. Очень похожа. Картина с FutureLearn, это британский образовательный портал, похожая. Они тоже начинали в 2014 году и долгое время их фонсировали. Открытый университет Великобритания. Сейчас у них в 2018 году под 10 миллионов долларов фунтов с термингов доход. Вот. И да, вот по Udacity тоже данные есть. 90 миллионов доход в 2018 году. Ну, причем видны по цифрам рост резкий. Вот. Ну, не резкий, но, как вы видите, да, что они прибавляют ежедневно, ежегодно десятки миллионов. Вот. Ну, и то есть пепла не было никакого. Все это росло, развивалось бурно. А сейчас это будет просто колоссально, что это взрыв. Поэтому это называют сейчас третьей волной или третьим хайпом. Так вот, что мы имеем? Резкий, резкий, резкое возрастание интересов к онлайн-образованию. Ну, это так мягко сказано. Я это называю большой прыжок в онлайн. Вот. Потому что по темпам, по жесткости, в которой были поставлены все, кто в этом участвовал, собственно, это, конечно, напоминает политику большого скачка в Китае. Вот. Это было 30 назад, может, больше. Вот. Некоторые еще помним большой скачок культурной революции, потом большой скачок. Все эти чудеса в Китае происходили. Так вот, большой прыжок в онлайн. Кому выгодно? Чья прибыль? Вопрос. Смотрите. Курсера. До пандемии, значит, до пандемии они планировали рост. До пандемии рост в 2020 году они планировали на 30% рост доходов, то есть плюс 50 миллионов в 2019. А в период с середины марта до середины мая, они получили что? Плюс 10 миллионов слушателей. И только сколько класс-центров, с агрегатора онлайн-курса, число переходов на Курсеру было 3,5 миллиона. Вот. То есть, понимаете, какой рост? То есть, понимаете, какой рост? 10 миллионов слушателей за сколько принимают? За два месяца. Значит, у них 60% доходов курса идет от получения академической степени, и 50% с курса получения сертификата. То есть, это имеется в виду дележка денег от, собственно, продажи этого курса на Курсере между университетами-разработчиками и Курсерой как провайдером. 60% идет в Курсере, если напрямую, это с академической степени, с курсов. То есть, с продажи курса с присвоением академической степени Курсера имеет 60%. Если присваиваться только сертификат, то 50%. Хорошо, это высшее образование. А что со средним? Вот есть такой замечательный сайт, называется SkillShare. Это сообщество учителей, собственно. Они хотят учиться с помощью образовательного видео. Вот. И обучают, да. То есть, продают курсы, которые основаны как образовательное видео. Это аналог нашей, допустим, платформы, в смысле, Академии ТВ-культура. Там сейчас 500 тысяч слушателей, да. Наиболее успешный учитель, вот из этого сообщества, которое занимается обучением на базе записанных лекций, да, видеолекций, заработал 68 тысяч долларов. Обучил он при этом использование Adobe Software. Вот. То есть, программное обеспечение Adobe. Так. Фирма Adobe. Так. 500 наиболее успешных учителей зарабатывали по 2000 долларов в месяц. Число просмотров на сайте, вот, скилши, утроилось с 2019 года. Вот это, собственно, за 2019 год данные, а сейчас число просмотров еще утроилось. Вот. Есть еще такое... Мастер-классы, это тоже записи лекций ведущих специалистов, тоже очень похожи на нашу Академию ТВ-культуру. Они привлекли 100 миллионов инвестиций. Вот кому это выгодно? То есть, получается, что большой прыжок, раскачок онлайн, он прежде всего на руку кому? Естественно, провайдерам онлайн-курсов. То есть, тем, кто обеспечивает онлайн-обучение. Понятно, это можно было предположить, да, но это как бы не разработчикам сервисов, а именно, я имею в виду, провайдерам массовых онлайн-курсов. Так. И что дальше? Что из этого следует? Перейдем уже к тому, что это значит для образования. Прежде всего, высшее образование. Я буду сейчас говорить о высшем образовании, оно мне ближе. Я работаю в университете Московском городском педагогическом, руковожу магистратурой по титулу в цифровой образовательной среде. Так вот, давайте посмотрим, что это, что означает этот большой скачок и его последствия для университетов. Итак, для высшего образования. Бизнес-модель университетов США, прежде всего, да, вот финансовая сторона. До ковида, до пандемии. С 1979 года стоимость обучения выросла практически в четыре раза. В два раза быстрее росла стоимость обучения, хорошего образования, чем инфляция. Представляете, что это такое? То есть, с учетом инфляции, это чуть-чуть не в десять раз выросло. За 40 лет. Ну, в общем, прилично. Срок, ну, что еще дальше? В 2019 году стоимость обучения на бакалавриате четыре года в частном колледже, в частном университете – это 200 тысяч, а в государственном – 100 тысяч, да, но на наши деньги – это сколько? Это 7 миллионов рублей, да? Вот, очень, так сказать, неплохо. Да. 7 миллионов. Так. Так. В результате, что получают теперь университеты, чтобы жить в соответствии с этой бизнес-моделью, они ориентируются на платежеспособную, прежде всего, целевую аудиторию. И в результате большинство студентов, вот, исследованы, опрошенные, исследованы 80 колледжей, да, 80 университетов. Они, вот эти университеты основные, набирают большинство студентов из одного процента самого обеспеченного слоя населения. Самых обеспеченных слоя, вот один процент верхний, да, вот оттуда в основном идет набор. А остальные, самые малобеспеченные, 40 процентов, практически половина, они доступа к этому образованию фактически не имеют. Вот такая история. Очень активно сейчас привлекали американские университеты иностранных студентов, тоже состоятельных, прежде всего, которые хотели получить диплом американского вуза. Вот. И в этой модели жили университеты. Я думаю, что, ну, у нас она, так сказать, другая, несколько. Вот. Но то, что мы тоже ориентируемся, хотим, да, получать, хотели бы набирать на платное отделение, то, что мы тоже стремимся охватить зарубежных, значит, пользоваться, в смысле, зарубежных кандидатов, которые хотели бы получить диплом уважаемого российского вуза, это тоже наша с вами история. Вот. Вот такой модели последние 50 лет жило высшее, жило высшее, мировое высшее образование. Вот. И в этой модели, так сказать, по крайней мере, многие говорят, очень многие хотели бы продолжать жить. Это привычно, это понятно. Коллеги, этого больше не будет. Вот сейчас я пытаюсь это обосновать. Больше этого просто не может быть. Не будет оно так работать. Большой прыжок в онлайн. Что же в результате, что не в результате, а как бы что происходит сейчас? Жили вот такой бизнес-модель, и все было вроде хорошо. В результате вот этого большого скачка и выхода онлайн-образования, так сказать, во всей его угрозной величественной силе на авансцену, собственно, мирового образования, что привело к тому, что, естественно, упали доходы. И в результате, что мы наблюдаем, Гарвард. Позьмем Гарвард. Самый богатый университет в мире. У него эндаумент, то есть это фонд, который состоит из пожертвований, так сказать, и выпускников, и прочих. Это собственный фонд, фонд собственных средств университета, который он может использовать для развития себя, да, и которым управляет дочка Гарварда, специальная Гарвард Индастом Компани, если я не ошибаюсь, называется. 41 миллиард долларов. Это больше, чем весь наш бюджет нашего образования. Так вот, Гарвард, он сейчас занимается тем, что сокращает зарплаты ведущих сотрудников, руководства, больше не набирает народ, сокращает вакансии и сокращает необязательные расходы. То есть те, которые не имеют, не относятся ни к непосредственной деятельности. Так, что другие университеты делают то же самое. Коллеги, ваши вопросы пишите во вкладке вопросов, пока я там не вижу вопросов. Так, другие университеты делают то же самое, и плюс, они начинают морально готовиться к тому, что с них студенты могут потребовать частичный возврат средств за обучение, если обучение осенью будет продолжаться в том же формате, то есть дистанционном. Дело в том, что дистанционное образование, в общем, онлайн образование считается на все-таки таким вот, ну а тем более у нас, да, когда платят чисто за контактные часы, то есть за аудиторные или, как иногда говорят, горловые оплачиваются, а все остальное нет. Понимаете, и конечно, ну вот мой, например, кейс собственный, когда я в Международном институте менеджмента линги в 2009 году перевела обучение студентов в онлайн полностью, это был кризис, невозможно было, что называется, набрать студентов старые бизнес-модели, которые предполагала, значит, набор в основном на местах, и разъездных тьютеров, которые приезжали регулярно, значит, в регионы, в региональные, локальные учебные центры там проводили обучение. Вот эта бизнес-модель уже перестала работать, мы через это проходили. Вот, я перевела, я, тем не менее, перевела обучение в онлайн, сохранила, тем самым, возможность для региональных студентов удаленно обучаться, но мне сказали, Любовь Неоминна, вы не проводите ученики в териалах, поэтому ваша зарплата будет сокращена немного, немало в 5 раз. Вот такая история. То есть, на самом деле, платить, вот сейчас будет очень мощная тенденция, но и со стороны руководства платить меньше, потому что мы не проводим очные занятия. На самом деле, дистанционное обучение требует от преподавателя большей затраты сил, потому что по каждому заданию ты еще и переписываешь со своим дистанционным слушателем. Ты должен их постоянно держать ВКонтакте, удерживать, но об этом мы уже говорили, поговорим еще. Вот. Итак, то есть, платить, будут стараться сокращать затраты за счет преподавателей, если неизбежно будет вестись это все в онлайне переходить, и чем дальше, тем больше. Естественно, студенты, они потребуют возврата частичного, естественно, потому что многие студенты приходят обучаться не только, не столько для того, чтобы получить знания, столько для того, чтобы восстановить нужные связи. Это особенно характерно для дорогостоящих. Так, еще. Что с этого, что происходит с преподавателями? Собственно, с ними происходило, были по авралы, но это вы видели, по перекраиванию учебных планов, с чьей-то ночи. Потом появились зум-хакеры, то есть, мы знаем эту историю с зумом, когда был тоже большой хайп по поводу того, что данные, то есть, ваши записи ваших эквенеров, и, значит, ваши онлайн-встречи со студентами становятся доступными всем, как кто пожелает, так сказать, и туда могут вмешаться, ворваться во время вашего урока и бог знает чего вывести на экран. То есть, вот эту историю мы тоже видели. Значит, студенты вынуждены были разъехаться из кампусов, переехать, значит, домой, а это иногда другие часовые пояса, и у них возникали, значит, проблемы с синхронным обучением, потому что, вот я, например, у меня очень трудно общаться с коллегами из Новосибирска педагогического университета, потому что не то, что трудно, а просто ограниченное время, плюс 4 часа, да, я только начинаю, а у них уже обед утром. Вот, и в результате у 70% студентов возникло ощущение того, что качество обучения упало. Так вот, что в сухом остатке? Онлайн-обучение было для большинства университетов до пандемии. Онлайн-обучение для большинства университетов было что-то вроде хобби. То есть, ну давайте, ну попробуем, ну интересно, да. Пришел вирус и план Б, то есть обучение, онлайн-образование, обучение стало чем-то вроде плана Б. Заключалось оно в доставке контента любыми способами. Это не я сказала, это сказал Нурлан Киясов, он, по-моему, председатель оргкомитета выставки «Франч», выставки, значит, по передовым образовательным технологиям. Вот, то есть то, что мы видели, это действительно была доставка контента любыми способами. Там про педагогику уже никто не думал. Но это то, что было. А в стратегической перспективе что мы имеем, что будет дальше? Так вот, утверждаю, не только я, утверждают это Нью-Йорк Таймс, утверждают это, значит, ведущие аналитики тех же агрегаторов онлайн-курсов, что в стратегической перспективе этот большой скачок в онлайн дает нам возможность увеличить набор, причем не просто, а специально резко расширить базу набора и добиться, и сократить расходы, причем ни много ни мало, как на порядок. Что же предлагают, то, что не предлагается, а то, что делают сейчас университеты, и то, что нас ждет в ближайшее время. Вот сейчас я скажу Крамулу, который мало кому понравится, серьезное сокращение ППС. Какие механизмы, это будет понятно, то есть почему и как. Ну, сейчас мы увидим, да, за счет чего это сокращается. Большая доступность присуждаемых, то есть что должны делать университеты, чтобы выжить? Вот эта новая модель, да, в том числе и новая бизнес-модель сейчас в процессе восстановления, она что включает? Серьезное сокращение персонала. Второе. Большая доступность присуждаемых степеней. Если раньше университеты, так сказать, они продавали свои, практически свои, очень добрые документы, вот, например, диплом, вернее, степень МБИ открытого университета в Великобритании, она стоила порядка миллиона в России, при обучении в России. Там, например, 6 лет нужно было к этому идти, стоила она порядка миллиона рублей, если не больше. Я прошу прощения, если я перепутал немножко тебе, порядок, по-моему, такой. И это был, конечно, диплом открытого университета в Великобритании. То есть, обучаясь в России, мы получили, вот я получила, но я, правда, английском участвую, получила диплом открытого университета. МБИ степень. Диплом МБИ открытого университета. Так вот, чтобы, так сказать, выжить в новых условиях университеты, должны будут отказаться от эксклюзивности своих степеней и сделать их более доступными за счет обучения в онлайне. Серьезное сокращение расходов на кампус. Вот то, во что университеты традиционно вкладывались в течение последних лет 500, да, значит, а это будет сокращаться. Интересно, вот открытый университет Великобритании, он изначально в 69-м году создавался под дистанционную модель. И там очень интересный кампус. Там по кампусу, кампус пустой, там нет студентов. Все студенты дистанционно учатся. Там ходят только преподаватели по кампусу, которые активно разрабатывают новые программы. Для всего мира. Вот открытый университет – это самая большая бизнес-школа в Европе. Так, масштабы, да. То есть это сокращение расходов на кампус неизбежно. Очное, сохранение очной формы. Никто не собирается от нее отказываться. Вот я вас просто призываю, не надо мыслить, вот как мы привыкли, дихотомить, так вот дихотомически. То есть либо онлайн, либо очная. Нет. Будет всегда смесь. Это будет смешанное обучение в той или иной модели, которых уже достаточно много. Очная форма будет обязательно сохранена для тех, кто видит мне ценности. Примеры этого я еще приведу. Лекции, которые читаются в аудитории, должны быть доступны как в аудитории, так и через интернет. Вот это. К этому надо привыкать. В сентябре месяце, когда я запускала в магистратуру тьюторского цифрового образовательного среда, многие преподаватели, которые читали такие традиционные предметы, значит, они мне много шишек набили, я набила много шишек, значит, устанавливая и используя аппаратуру для того, чтобы транслировать их лекции в онлайн. А сейчас это станет нормой. Лекции должны быть доступны как в аудитории, так и в онлайн. Так, обязательно надо обучать. Обучать, конечно, преподавателей, проще персонал эффективное введение учебного процесса в смешанном формате. Слава Богу, есть такие ресурсы. Замечательный курс есть на Курсере. Он так и называется «Модели смешанного обучения». Он давно там висит. Там в этом курсе подданы модели смешанного обучения, какие известны были на момент создания курса во всем мире. Их несколько типов. Этот курс доступен на русском благодаря переводу, осуществленному методом краудсорсинга. Это был настолько интересный и важный курс, что наши люди собрались, и методом краудсорсинга его перевели. Он доступен на русском языке. Всем его рекомендую. Так, то есть у вас есть возможность обучаться сейчас, причем в этом курсе не только модели даны, но рассмотрим сам процесс внедрения этих моделей в реальный учебный процесс реальных учебных центров и рассмотрим, какие проблемы при этом возникают, как их решать, кому обращаться с теми или иными вопросами по этому делу, я имею в виду, с кем работать, да, вот эти вот точки, как положение сил для того, чтобы внедрить вот это смешанное обучение. Вот, очень здорово. Это все на примере конкретных кейсов, правда, американских все-таки, школ. Но этих школ очень много, там их порядка нескольких тысяч, три с половиной, если я правильно помню. Так, да, вот Наталья Александровна, если вы как раз сейчас проходите этот курс, то, пожалуйста, дайте ссылку в чате. Мне искать очень неудобно. Он так называется, модели смешанного обучения. Блендед Леонинг, там что-то в этом духе. Ищите на курсе. Вот, так, дальше. Так, еще. Все теоретические темы записываются на видео и выкладываются в интернет. Какие-нибудь там философии научного познания, например. То есть это записывается, очень хороший лектор, естественно, да, и выкладывается в интернет. И тут возникает еще один мощный, что называется, вызов для всех нас, как онлайн-образователей, то, что конкурировать, коллеги, мы будем уже не между собой, а конкурировать мы будем с самым лучшим. Потому что записать онлайн-курс, да, вот, допустим, как сделать Томский университет. В Томском университете для всех аспирантов, для всех абсолютно аспирантов университета первого года есть запись курса по, это тоже философии научного познания, не могу ошибаться, не помню, но такой общий такой, или философия культуры, что-то в этом будет, такое общего культурного такого направления. Вот, он записан, единожды, читает его, очень хороший лектор. И все аспиранты изучают вот этот предмет, опираясь на эту лекцию, и не нужно на эту лекцию ходить. Или, как приводит пример тот же Дахавал Шах, он говорит, что теперь преподаватели биологической дисциплины должны будут ориентироваться на курс по биологии от профессора Масучасевского технологического института, на который записались тоже сотни тысяч и студентов, и преподавателей, и школьников, и учителей из всего света, потому что он неколепно дает, это очень интересно, все понятно, с прекрасными иллюстрациями. И вот конкурировать нужно будет с лучшими. Понимаете, вот к этому тоже надо готовиться. У нас есть такие же вещи. У нас есть проект Stanford, это образовательный проект Роснано, где записаны, где очень много ресурсов, в частности лекции, и вебинары, в частности, там тоже проводят лучшие преподаватели дисциплин, которые, например, по материаловидению, по биотехнологии, по медицинской биологии, по фармацевтике и так далее. То есть там очень ведущие эксперты записали лекции, записали курсы, и это можно зайти, всем этим и воспользоваться, все это бесплатно. То есть у нас это тоже все есть. Я понимаю, что мы будем конкурировать при том уровне овладения английским языком, который характерен для нашего преподавательского состава. Мы еще долгое время не будем конкурировать с лучшими в глобальном масштабе. Но все-таки в российском масштабе мы конкурировать будем вынуждены. Поэтому два варианта, я вижу необходимость развития, о чем я неоднократно заявляла, это изучение тематики и изучение английского языка. В идеале это изучение английского языка через изучение онлайн-курсов, поинтересующие вас тематики курсов англоязычных. Понимаете? Это тот вариант, который я всегда продвигала и буду продвигать, который использую сама. Это мне позволяет поддерживать на очень высоком уровне как знания онлайн-образования, так и английского языка. Вот интересно, на самом деле Наталья Александровна пишет, что можно бесплатно учиться на многих курсах через Университет 2035. Спасибо многим провайдерам, многим разработчикам сервисов. Сейчас очень многое доступно на бесплатном варианте. И то же самое делают и Курсера, делают глобальные провайдеры. Вот в частности предпоследний слайд моей презентации, он включает ссылки на те сайты, где можно увидеть, например, Курсера сделала бесплатными, 115 курсов своих, очень хороших, самых лучших. Там среди этих 115 курсов, которые бесплатно доступны на Курсере, ссылка есть в презентации, вы увидите в конце. Там очень многие курсы входят в сотню лучших курсов всех времен и народов. Я просто сама периодически делала обзоры по этой теме. И там действительно очень хорошие курсы открыла Курсера. Идите обучайтесь. Там на многих, некоторые из этих курсов, собственно, разработаны в наших университетах. Немного, правда. На некоторых есть русскоязычные титры. То есть надо идти этим активно пользоваться, потому что курсы действительно замечательные. Их освоили. Ну, в частности, вот этот курс, который называется «Как научить учиться Лене и Хау Ту Лену» от Барбары Окли, он сейчас доступен бесплатно полностью. Вам там даже сертификат бесплатен. Всего, кстати, на Курсере 1400 бесплатных курсов. Из 3500, которые там есть вообще. Так вот, на этот курс Барбары Окли закончили порядка 3 миллионов человек. То есть вот такой вот ценности курсов. Итак, значит, конкуренция с наиболее успешными. Это то, что нас ждет. Коллеги, еще раз повторяю, не надо по этому поводу унывать. Это вызов. Но это мобилизация. Вы сами удивитесь вообще. Как будет интересно жить. Дальше. Более высокие стандарты качества образования. Согласитесь, если вам, нам и нашим студентам доступны цены мирового уровня качества ресурса, и мы должны конкурировать с лучшими, это неизбежно приведет к общему повышению качества, то есть к развитию рынка. Вот та же самая история была, вспомните, была у нас в 90-е годы, как там на рынок. После вот этого Дикого Запада стали приходить крупные, так сказать, поставщики, крупные компании. В частности, пришел Макдональдс, и мы поняли, что такое мировые стандарты. Мы стали их предпочитать. Мы стали предпочитать там заведения общепитов, которые были ближе к этим стандартам. Это привело к тому, что сейчас у нас и очень многие вещи, которых в Советском Союзе не слышали, это стало нормой в нашем общепите. Стандарты повысились. И это, на самом деле, хорошо для потребителя, для наших студентов. Так, еще. Вот изменится, конечно, сама раскладка по времени. Это не будут трехчасовые лекции, все, их уже не будет. Это точно. То есть вот эти трехчасовые, если бы все лекции были записаны на видео, то трехчасовое видео не смотрит никто. Спасибо Академии Хана, которая, собственно, в процессе создания своих немеренного количества лекций и как бы по самым разным дисциплинам. Есть русскоязычная версия Академии Хана, ее тоже надо использовать. Меня вот это удивляет, почему мы мало говорим об Академии Хана. Это для школы, это вообще ресурс тот еще. И русскоязычный, кстати. У нас есть свой сайт, они привлекают массу волонтеров, переводчиков. Меня тоже привлекали. Мы знаем точно, что видео не может быть длине 12, 8-12 минут. Вот так, так. То есть день будет формироваться не из лекций пары, а будет формироваться занятий по часу, даже в одновочном варианте, которые будут посвящены применению. То есть теория вся идет через интернет. Все, через записи. Приходим мы на кампус для чего? Для того, чтобы совместно с чем-то обсудить, что-то поприменять, эту теорию, потренироваться в отработке лидерских, навыков лидерства, навыков коммуникаций, навыков коллаборации, сотрудничества. Вот для чего нам нужны эти очные часы. Вот эта модель, она практикуется в открытом университете Великобритании. Я с ней общаюсь уже больше 20 лет, с 1998 года, и как студент, и как тьютер, и как директор, и как методист. Знаю ее отовсюду. Поэтому это замечательная модель, и, конечно, она требует уже, она требует, конечно, иных навыков, но работать не очень интересно. Вот, хорошо. Вот я вам сказала все эти вызовы, а теперь давайте посмотрим, собственно, какие есть кейсы уже перехода. Так, я прошу прощения, я опаздываю, да, очередной раз, увлеклась. Хорошо, давайте еще минут 15, не больше. Прошу прощения. Итак, успешные кейсы. Прежде всего, кейс нашей магистратуры, моей, да, то есть тьютерство в цифровой образовательной среде. Я, как вот выкормыш открытого университета Великобритании, я сразу, мы задумали эту среду как часть инвестиционных слушателей, и мы, собственно, вот эти технологии, лекции с сентября у нас читались в таком варианте гибридном, в лекции, в аудитории лекции через интернет. Вот, у нас был, у нас и был, и есть клон нашей программы в сети, я имею в виду, в муду, в университетский муду мы выложили клон нашей программы. Там видна структура, задания, все это, так сказать, четко совершенно. Видно потом, естественно, доступ к заданию, то есть задания рассылаются, и обратная связь предоставляется. То есть все вот, и в результате, когда начался этот большой скачок, то есть большого скачка мы не почувствовали вообще, да, вот и студенты, и мои преподаватели, мы все спокойно продолжаем работать в том самом режиме, который мы начали еще с сентября, который отстояли, да, для себя. Вот, и мы не почувствовали практические выбрышки. У нас уже все было, и вебинарные площадки, и все остальное. Так, потом кейс высшей школы экономики. Высшая школа экономики, конечно, флагман нашего образования, и в онлайн-образовании тоже. Они проводят, они в частности переходят на видеозаписи лекции, но об этом я еще скажу. Они переходят на на удаленный прокторинг для приема вступительных экзаменов, и при этом их экономия составляет 80%. Понимаете? 80% экономии средств на проведение вступительных экзаменов. Перед таким драйвером, конечно, на нее стоит ничто. Вот. Дальше. Вот американских университетов, например, школы искусств ШИ, используя Oculus Quest, да, это такое программное обеспечение специальное, софт и железо, для того, чтобы совместно как бы участвовать в некоторых постановках драматических, это для студентов театральных вузов школы искусств. Вот. Они в дистанционном режиме такие вещи так практиковали. Похожая история обучения музыки с использованием стриминга, когда можно сразу несколько студентов, которые удалены сильно друг от друга, вместе играют, вместе исполняют одно и то же проявление про пьяных, и возникает эффект такого совместного исполнения. Так, еще что происходит? Успешный кейс. Разработка образовательных платформ. Причем идет это все с невиданной доселе скоростью. Сейчас все платформы интересуют всех. Все ищут возможности, так сказать, все, называется, припарковаться на платформу с большим, стабильной, интересной и надежной работающей. И эти платформы сейчас разрабатываются. Я вот работаю с платформами и вижу, как они активно совершенствуются. Так, Еще какое направление? Не только, вот мы сказали, то есть соответствующие платформы, обучение ППС, а вот что делать? Другое направление, я имею в виду снижение эксклюзивности, получаемых академических степеней. История университета штата Джорджия. Это очень уважаемый, высокий рейтинг университет в штатах. В 2014 году это был первый университет, который заключил договор с курсеры такой партнер. Они стали партнерами, что программы, магистерские программы, не помню, бакалаврские, нет, не помню, магистратура, да, магистерская программа по компьютерным наукам от университета штата, политеха штата Джорджия будет реализовываться через курсеру полностью в онлайн. И стоит это будет 7 тысяч долларов. 7. Это 1,6 от стоимости того, чтобы заплатили эти студенты, это тогда тоже степень обучается вообще, так сказать, он там, да, в ретерационном варианте. Вот. И вот снизили они, видите, они в разы снизили стоимость, но получили 10 тысяч студентов в результате, им пришло обучаться на эту программу 10 тысяч студентов. Посчитайте, сколько они таким образом привлекли средства. При этом не было каннибализма программ, тоже отсутствие дихотомии, не надо этого бояться. Онлайн программы не слопают, так сказать, не пожрут очные программы, они будут реализовываться совместно, потому что они реализовываются на разных целевых сегментах, на разных сегментах. Расширяется база набора, на онлайн программы поступают те, которые ни при каких условиях или с очень малой вероятностью придут на очные, а на очных остаются те, кто, собственно, предпочтил, кому нужно вот это очное общение и такая возможность им обеспечиваться. Дальше идет изменение тоже, вовлечея, вовлекаются в базу набора, вовлекаются те, кто уже прошел, у которого есть образование, которые уже работают и хотели бы дальнейшего карьерного роста. Куда они, на середине роста карьерного, надо как-то дальше двигаться вверх. И те, которым нужны востребованные навыки. Как правило, это ли программирование, либо бизнес управление. Также похожая история университета штата Ленойс. 2015 год они запустили онлайн MBA, это бизнес образование, и использование там микро-погружение, как оно, микро-иммершнс. Это развиртуализация на местном региональном уровне. Вот видите, вот идет доработка, разработка новых и бизнес-моделей, и модели собственного учебного процесса, модели обучения, смешанное обучение за счет того, что обучение идет онлайн, но периодически идет развиртуализация. Для чего? И отработки тех же навыков коммуникации, лидерства, презентационных навы и так далее. То, что легче отработать в команде и там, и для, также для того, чтобы сформировать сообщество обучающихся, потому что эти связи потом остаются на всю жизнь. Понятно, да? Так, и у нас есть успешный кейс, это академические степени присуждаемы онлайн, это МФТИ, запуск в 2018 году полностью онлайн магистратуры технологических предпринимательств. Насколько я знаю, цифры набора они вполне выполняют. Так, смотрим. Ага, так, что у нас? Теперь давайте посмотрим. Здесь я использовала уже такой источник, как, собственно, выступление ректоров ведущих университетов на последнем международном салоне образования московском. Вот, что, к ним тоже был такой вопрос. Что будет дальше? Так вот, Ярослав Кузьминов, ректор высшей школы экономики, он абсолютно определенно заявляет, обратного хода, возврата к тому, что было, не будет. Почему? Прежде всего, он очень интересный, преодолен психологический барьер. Если раньше онлайн образование было что-то чем-то, что-то чем-то, типа кобби, не все хотели с ним связываться, потому что не все хотели попасть в категорию несерьезных людей. Вот, я, видимо, такой, я не боялась это продвигать, поэтому меня воспринимали на них всегда серьезно. Вот, психологический барьер преодолен и с точки зрения социальной, и с точки зрения технологической. Попробовали на зуб выяснив, что это все, так сказать, не так страшно, черт как его молюют и не боги горшки обжигают. Дальше. 36% студентов, опрошенных высшей школой экономики, заявили, что стали работать интенсивнее. То есть идет, на самом деле, внедрение другой модели работы, которая приживается. Так, что, собственно, какие опции есть у вышки с точки зрения ректора. Значит, в течение пяти лет все лекции выше вышки будут в виде записи. Для всех кампусов. Четыре кампуса. Москва, Питер, Пермь и Нижний. Итак, они будут использовать, сейчас они используют, уже сейчас они используют 500 готовых онлайн-курсов. только 100 из этих курсов свои, то есть они используют и чужие курсы, разработанные вне стен вышки, потому что там, сейчас секунду, там, эти курсы сделаны талантливыми преподавателями с точки зрения контента, с точки зрения доставки. Дальше. 25 процентов курсов вышки будут реализованы в онлайне для всех четырех кампусов. Дальше. Открытость. То, о чем я говорила. Контент будет не обязательно свой. Активно будет привлекаться и использовать контент, созданный в других вузах. Вне вуза, не вышки. И конкуренция за студентов. Вот обострение конкуренции один из самых серьезных выводов, одно из самых серьезных следствий перехода на онлайн. Это обострение конкуренции в целом конкурирует с лучшими в мировом масштабе в том числе. Но конкуренция ежедневная, а не только летняя. Конкуренция за студентов. Вот. Дальше. Это то, что сказал Кузьминов, ректор вышки. Теперь. Владимир Мау, ректор Анхикс. Он сказал, что они опросили преподавателей. Из 36 тысяч преподавателей они опросили. Из них 98% заявили, что они перешли на онлайн. Имелись в виду преподаватели вузов. Так. Но в Анхиксе есть группы для уровня вице-губернаторов и выше. Где-то около. Да. То есть люди, которые приходят обучаться в эти группы для того, чтобы усвоить поведение, нормы поведения и стилей, то есть культуру как вот этого уровня. И завязать нужные связи. Для этого, конечно, нужно очное общение и они им это обеспечивают. То есть тот же самый тэп, что очные варианты будут цифровыми для тех, кто видит в этом ценность дихотомии не будет. Маус заявляет, что нужна новая дидактика и методика. Несомненно, смотрите, мы сейчас очень увлечены освоением всяких сервисов. Берем вот это, нажимаем такие кнопки, получаем совершенно замечательные картинки и так далее, и так далее. Обратная связь очень большая с этим сейчас. не проблема, а большая востребованность этих сервисов, которые обеспечат обратную связь. В режиме реального времени хотелось бы. Но новая, тем не менее, нужна новая дидактика и методика. Я на этом буду настаивать. И сейчас у нас, в России, например, есть замечательные на этом разработки. Это изучение цифровой образовательной среды, которая ведется совместно на психологическом факультете МГУ и фонда развития интернета и возглавляет это направление. Глубоко уважаем Галина Актанбетовна Солдатова. Спасибо ей большое и ее группе за это. Есть очень интересные разработки в педагогическом университете Питерска имени Герцена. Они создали концепцию сетевой личности. И эта концепция очень хорошо операционализируется с моей точки зрения. Я уже очень запала на эту концепцию. И вот это хорошие теоретические основы, которые позволяют дальше методику разрабатывать, видеть, что дальше делать, куда двигаться, что разрабатывать теоретически, что делать практически. Такая хорошая теория есть и у нас. Совершенствование коммуникации декларирует мало. Что они будут делать в ближайшем? Конечно, совершенствование коммуникации внутри ВУЗа и вне его, потому что основная проблема сейчас, конечно, коммуникации. Оптимизация расходов ввиду сокращения доходов они предвидят. И другие, поэтому потребуется другая концепция приема управления ВУЗом. Согласитесь, никуда ехать не надо, сидеть на ученых советах не надо. Все делается по электронной почте с помощью электронных подписей. Все ускоряется, все станется быстрее, все станут чуть-чуть, все станут жестче. Вот то, что делает цифра. И конкуренциями ВУЗы вступают в конкуренцию не только между собой, не только с мировыми лидерами, но и с корпорациями. Тот же самый корпоративный Министерство Бирбанка, Яндекс, они еще много делают, сейчас предоставляют возможности, ресурсов и подходов концептуальных вещей для образователей. И вот предпоследний слайд, и последний естественно благодарю вас за внимание, а вот предпоследний что мы имеем с ковида? Это ресурсы, прежде всего ставшие доступными благодаря пандемии, бесплатные курсы, включая сертификаты на Курсере, их по-моему штук 150, что-то в этом духе, 115, 115, бесплатные курсы в других платформах, ссылка есть, бесплатные курсы и конференции по теме Комит, удивительно, всем очень не хватает знаний по ковиду, и вот тут несколько десятков курсов и конференций, где можно, куда можно подключиться, прочитать, ну, конечно, там языковый барьер по-прежнему имеет место, но он быстро, нам быстрее преодолен, чем это кажется, ценные ресурсы, которые были доступны и ранее, но как-то мы на них мало обращали внимания, это тысячи, почти полторы тысячи бесплатных курсов, в том числе, включая контент и оценивание заданий, но у некоторых могут быть платные сертификаты, но если это Курсера, то это порядка там 1600-1900 рублей, может быть, 2000 там с копейками, понимаете, вот это вот называется платный сертификат, да, платный сертификат вот уважаемого вуза, в том числе Лидии Плюща, который вы получаете онлайн, я в свое время получила сертификат, вернее, получила специализацию, диплом фактически от университета Калифорнии в Рване, я обучалась на Курсере, это был в 2015 году, вы, собственно, понимаете, коллеги западные мои, они меня очень с этим сердечно поздравили, потому что они понимают, что это такое, вот, а вот в России как-то на это посмотрели настороженно, и, я не помню, что меня особо поздравляли, потому что никто не знает, что такое таким образом получено, если мало кто знал тогда. Так, просто вот, а вот еще замечательный ресурс, очень ценный, некоторые из этих курсов бесплатные, это 100 лучших онлайн-курсов всех временных народов. Вот зайдите туда, вы поразитесь вообще, какие курсы входят в число этих самых 100 лучших курсов. Ну, большинство, конечно, это программирование, в смысле компьютеры и бизнес, но очень много курсов и для профессионального нашего с вами, и личностного развития. Так вот, хорошее, вот я, очень много чего сказала тревожного, но есть и хорошая новость, то пандемия, это, собственно, шаг, это шанс переформатировать образование, шанс и возможность, облегчить доступ к образованию и получить огромную, ну, тучу разнообразных инструментов и технологий. У нас сейчас этот шанс есть. Это может стать дорогой к достижению новой мобильности в образовании. Вот, и на этой оптимистической ноте я бы хотела закончить. Спасибо большое за внимание. Сейчас я посмотрю вопросы, которые у нас во вкладке вопросы. Ирина Юрьевна, представители каких профессий нужны новые образовательные средства? людей. Хороший вопрос, это вопрос нескольких вебинаров. Я одно скажу, что развитие каких компетенций, да, конечно, цифровых компетенций, развитие тьютерских компетенций, и я бы сказала, развитие компетенций проектировочных, то есть нужно осваивать новую дидактику и методику, то есть открытость, способность работать в открытой среде. И тогда, когда у вас четкий какой-то список есть сервисов, вы его используете. у меня как-то раз на вебинаре попросили, а дайте нам, пожалуйста, список сервисов, подтвержденных, онлайн-сервисов для использования подтвержденных министерством. Вот, то есть вот этого не будет. То есть я бы сказала, знаете, что у меня был вебинар, я говорила об этом, сейчас я пытаюсь, смотрите, во-первых, цифровых компетенций, во-вторых, тьютерских компетенций, это работа в открытом образовании, в-третьих, предпринимательских компетенций, да, вот тоже, вот то, что нужно теперь в новой образовательной среде. Способность что-то брать и нести, брать на себя риски, что-то придумывать, проектировать, реализовывать самостоятельно, не бояться, не пугаться необходимости освоения этого всего, это становится норма, без этого как-то долго. Так, если нужно, еще смотрите, Ирина Юрьевна, если вы хотите обсуждать это дальше, то мои координаты есть вот тут вот в конце, внизу каждого слайда, вот слайда, вот моя сейчас я тут даже нарисую, вот моя электронная почта, видите, да, вот, так, дальше, какие курсы по педагогическому дизайну вы порекомендуете? Знаете, их много, по педагогическому дизайну, есть вот русскоязычных, это вот эти бизнес, это модели смешанного обучения на Курсере, так, англоязычных много тоже, вот, Learning how to learn, вот это курс Барбары Огли, он доступен, Вышка его перевела и выложила в свои онлайн-курсы, в свою базу онлайн-курсов, Вышка, они перевели курс Барбары Огли, он есть русскоязычный вариант, посмотрите на Вышки, я, правда, в свое время не записала, не могу сейчас дать ссылку, вот, дальше по педагогическому, а дальше много англоязычных, вот, если мне напишите, то на почту, я вам, как бы, постараюсь в этом деле помочь. Доступны ли, так, Инесса Владимировна спрашивает, известны ли цели Минобранауки в отношении развития в части нормативного права обеспечения, да, серьезная вещь, да, у нас, что называется, об этом говорили на МСО, значит, у нас развитие онлайн-образования натолкнулось на несовершенненство нормативной базы, совет ректоров федерального умов, я пока не знаю, что мнение советов, вы знаете, совет ректоров, он не может, как бы, другому мнению прийти, кроме того, что это надо развивать, вот, развивать нужно в том числе и нормативную базу, на самом деле, нормативная база уже сейчас, как бы, дает массу возможностей для развития онлайн-образования, в частности, есть возможность у учебного центра, у университета, самому самостоятельно выбирать способ введения учебного процесса, онлайн, офлайн или смешанный вариант, вот, если это не противоречит там санкинам и другим федеральным нормам, целью Миндобра науки в отношении развития дистанционного образования, честного макияжа, правого обеспечения, вот, это отдельная песня, то есть, я не вхожу в число людей, которые, из которых Минобра науки формирует о своих целях, вот, я могу, знаете, очень трудно вот так переключаться с глобальных образовательных порталов на цели Минобра науки, но если, давайте тоже об этом поговорим в кулуарах, вот, вот, если у вас курс, да, да, мы сейчас готовим, Наталья Александровна, мы сейчас будем делать программу профессиональной подготовки в области, мы будем развивать тьютерские цифровые компетенции, то есть, у нас будет программа тьютера дистанционного образования, или тьютера цифровой образовательной среды, поэтому, давайте ваши контакты, мы спишемся, и я могу держать в курсе. Так, так, спасибо на добром слове, Олег Васильевич, так, ваше мнение о трендах нашего онлайн-обучения на ближайшие 5-7 лет. Ну что, сейчас, по-видимому, будет устойчивый тренд года на три в отношении освоения онлайн-ресурсов, может быть, даже на два, вот, по крайней мере, первые месяцы этого самого скачка, был очень большой хайп первый месяц, прежде всего, о том, что мы освоили вот это, мы освоили вот это, мы освоили вот это, друг другу кидали безумное количество ссылок, но сейчас уперлись в том, что нужно уже делать мысли системно, более стратегически, вот, и наше онлайн-обучение будет идти по пути развития этого обучения, используя для этого ресурсы, предоставляемые уже имеющиеся и предоставляемые в частности нашими разработчиками, тем же Яндексом, вот, то есть по пути создания онлайн-курсов, записи, значит, рост конкуренции, ну вот, все вот эти, то, что я перечислила выше, вот у нас это будет то же самое, посмотрите на вышку, посмотрите на ранхикс, то есть конкуренция усилится, безусловно, вот, я считаю, что абсолютно необходимое изучение будет знание английского языка, потому что мы будем конкурировать с мировыми образцами, вот, и никуда мы от этого не уйдем, вот, это очень быстро походят на студенты, если онлайн-образование будет развиваться, то у студентов, платежеспособных, да, и которые освоили английский язык, они будут обучаться где, если, если ведущие там университеты Лиги Ключа уже существует так называемая Цифровая Лига Ключа, Цифровая Лига Ключа это университеты, на курсы которых, на онлайн-курсы которых записалось больше миллиона студентов, из наших вузов, так как по Цифровой Лиге Ключа входит вышка, вот, с 2017 года, вот, наши студенты пойдут обучаться, получать онлайн-степени Стэнфорда, Гарварда, Швейско-технологического института, вот, университеты штата Пенсильвания, да, то есть, такая история, то есть, востриться конкуренции, что, наверное, английский обязательно, вот, для преподавателей, так сказать, и здесь, я думаю, что, вот эти предпринимательские, да, порывы, то есть, я бы, я бы, честно говоря, рекомендовала всем подумать над тем, что вам нравится больше всего самим, да, и начать это все разрабатывать, вот, потому что, вот, кстати, вот интересный был момент, недавно была презентация, я участвовала в вебинаре, это была презентация книги, написанная совместными усилиями, значит, ведущих лидеров, да, реформ, образования, значит, девяти стран, в том числе России, Финляндии, Перу и так далее, вот, этот проект, это была инициатива Гарварда, я точно не помню, инициатива профессора, одного из ведущих университетов, да, по-моему, Гарварда, значит, они описывали, то есть, книга состоит из нескольких глав, где описывается опыт реформирования образования вот этих, вот в этих странах, и это был англоязычный полностью вебинар, там участвовали представители России, тоже участвовал, значит, от нас участвовал ректор МГПУ Игорь Михайлович Ремаренко, вот, и он, и он выступая там, он сказал, что он, глядя на то, что происходит в России в последние месяцы, связанное с пандемией, с переходом в дистанк, вот, он убедился в важности автономии, то есть, те вузы, те преподаватели, которые озаботились, относились к онлайн-образованию, как к чему-то такому стороннему, не отгораживались от него, активно что-то, строили себя, вот, в этом дистанте, что-то находили, продвигали, вот, они, на самом деле, вот, что называется, прошли, так же, ну, как вот я со своей магистратурой, мы прошли, очень плавно, совершенно, не ощутили вообще этого перехода, вот, потому что заявили о себе, как бы, некие такой автономные единички, которые используют все технологии и ставят те цели, которые, собственно, нужны ей, то есть, попробуйте стать вот такой вот единичкой, я бы, я бы, я бы, это не дала точно, потому что тенденция будет такая, что, значит, собственно, будет сложно, с одной стороны, это будет тенденция, двигать, конечно, онлайн-образование будут, вот, вот, эти автономные единицы, противостоять будут те, которые будут пытаться все это регулировать, особенность нашего образования, это его цифровизирование, в этом есть плюсы и минусы, вот в этой ситуации вновь создавшейся, вот эта централизация достичь очень тяжело, это основной вызов для наших, так сказать, управленских образований, вот ближайшие 5-7 лет мы этим будем заниматься, так, если я ответила на ваш вопрос, так сказать, я рада, если нет, то напишите, еще продолжим, так, а для творческих возрастов что-то есть? Хореография, режиссура, музыканта, в первую очередь, по исполнительству, так, конечно, да нет, вот я же вам привела несколько примеров, да, вот, дополненная виртуальная реальность, совместная, что называется, так сказать, обучение, совместная учеба, это обучение актерского мастерства, исполнительского мастерства, вот, потому что, как раз, что касается музыки, то есть очень много, сервисов разных, вот, я вам сейчас, так сказать, поименно назвать не могу, Какие перспективы развития в сфере искусства? Да блестящие совершенно, на мой взгляд. Потому что доступ к мировому уровню произведения искусства, он сейчас просто очень сильно облегчен. Я сама наслаждаюсь постоянно возможностями, которые предоставляет интернет. И, собственно, это опять же приведет к тому, что установятся стандарты качества исполнителей. Это уже не будет наша фанера, там уже абсолютно другое. И доступность очень многих. Ну, в частности у нас, смотрите, переход на онлайн образование, что появилось? В дистанционном варианте постановки Большого театра. Муриинского. Других ведущих театров. Раньше туда было не попасть. Ну, пойдите в Большой театр, в историческую сцену. Это же десятки тысяч рублей. Даже не в портер. А сейчас, пожалуйста, это доступно. Это приведет к росту качества. Требует стандартов качества. И неизбежно приведет к росту качества. Поэтому перспективы, вот они такие, несомненно. Оксана Викторовна, вопрос. Пожалуйста, есть ли на русском языке курсы на курсера? Граждане, я, по-моему, вот весь свой курс, весь свой вот этот трек вебинарный, я все время говорю о том, что на глобальных образовательных порталах, особенно на Курсере, много русскоязычных курсов. То есть их сейчас там сотни. Потому что на Курсере, с Курсерой партнерствует нашим ведущим университетом, в том числе Томский госуниверситет, Новосибирский госуниверситет. Политех Петра Великого. Вот Этмо не помню. Физтех. Там масса курсов. Причем по самый раз. По педагогике есть совершенно замечательный курс. В прошлом году я с ним познакомилась. И даже запланировала для себя, что я от Новосибирского педагогического университета. Он относится, как общаться с детьми, какие проблемы при этом могут быть. Вообще интереснейший, прекраснейший, с прекрасными преподавателями. Зайдите на Курсеру, обозначьте, что вам нужен курс на русском языке. Там есть, по-моему, еще опции, титры или полностью, что-то в этом духе. Там есть эти курсы. Обязательно зайдите, учитесь. Я вам желаю успехов на этом замечательном пути. Университет хочет ограничить вас, нас, вузовским углом. Светлана Васильевна. Да, университеты хотят это сделать. Их тоже можно понять, потому что у них есть требования по конфиденциальности, у них есть требования по безопасности. Они должны это обеспечить. И вы, собственно, можете это делать. Но ограничить модулам все равно не удастся, по-моему. Потому что что делают преподаватели? Они проводят занятия. А вы не пытались отстоять тот же ТИМС? Нас университет ограничил только тем, что мы должны вести регулярные занятия в ТИМСе. Все. Мы делаем записи, но эти записи доступны в том числе на закрытых каналах. ТИМС. Вот. Вот. То есть... Оксана Викторовна, вы имели в виду не субтитры русских? Так вот, я говорю, что все эти курсы, которые разработаны нашими университетами, они есть на русском языке. Вот. И на английском тоже. А университет так сделал. Видимо, такие условия поставили. То, что касается русской языки, то, что касается курсов, разработанных зарубежным университетом, не наши. Там есть курсы, полностью приведенные на русский. Например, курс по смешанному, модельно смешанного обучения. Вот. Но есть много вариантов, где русскоязычные титры. И вы тоже вполне можете много чего там освоить. Вот мои коллеги, с которыми я общаюсь достаточно давно, они уже все перешли на то, что вы с тем или иным способом все-таки каким-то, значит, обучаются. И в том числе, так сказать, используют Google-переводчик, что я лично не приветствую. Он там может таковно переводить, что будет очень сложно усвоить. Но все равно, если вам надо, вы вполне это пройдете. Усвоите. Так, смотрим здесь. Так. Так. Шведский стол преподавателя, да, Наталья Александровна. Да, именно так. Профессия цифрового тьютера нечислительна к возрасту. Это точно. Равно как и преподавателя с развитыми тьютерскими компетенциями. Да, это огромный плюс этой профессии. Так, смотрим. Как можно сформулировать парадигмы современного образования на классовском уровне? Ну, я бы сказала, что это некий гибрид сейчас, парадигма. Смотрите, я своим студентам, когда начинаю рассказывать про современное, про тьютерсоцифровой среде, я говорю, ребята, мы должны понимать, что у нас было дистанционное образование. У нас есть, собственно, металлогические разработки, философские, биологические, дистанционное образование. В чем фишка сейчас? Фишка в том, что у нас среда, в которой мы живем, она другая. Вот, собственно, парадигма современного образования в том, что это образование проходит даже не гибридный, а уже такой, вот как-то говорит та же Галина Ротанбетова-Солдатова, пишет, что, я просто ее здесь цитирую, у нас есть среда виртуальная, у нас есть среда реальная, они уже настолько друг друга вот так взаимопроникли друг друга, что у нас вот эта самая гибридная среда имеет место. И что здесь меняется? Меняются требования, в частности, к скорости. Вот та же концепция сетевой личности, разработанная, я читала ее, значит, статьи ректора Педагогического университета имени Герцена, состоит в том, что сетевая личность, это личность, которая воспринимает, считает, что очень, считает очень ценным то, что его когнитивные и коммуникативные потребности удовлетворяются быстро. Понимаете, то есть раньше мы считали нормой, значит, если тебе возникло, с кем-то надо созвониться, это надо пойти, подождаться времени, там, рабочего-нерабочего, знать номер телефона, каким-то образом его знать, позвонить и так далее. Или, если вам что-то надо узнать, надо пойти записаться в библиотеку, там, найти, перереть каталог, найти, что вам надо, дождаться там два часа, пока вам это принесут, а то и четыре, как лениненькие. Вот, и это был самый быстрый, на самом деле, путь, да, то есть, или нужно было вести какие-то немыслимые там, искать очень долго того, кто ищет, кто уже исследовал эту область. Сейчас это все делается что? Пара кликов, да, вот, или один звонком с мобильного. То есть, вот это, то есть, наши, те, кого, скажите, наши обучающиеся, они категорически, это сетевые личности. Но это не только второй, второй, как бы, черта поведения сетевой личности, это то, что, когда в ней возникает, она что-то не знает, не может найти, она быстренько обращается к сетевому сообществу, да, и мы тоже это постоянно делаем. Когда нам что-то надо, мы кидаем запрос в Фейсбуке, есть специальные сервисы, да, куда можно кинуть любой запрос и получить отзывы от тех, кто уже это каким-то образом узнал и не научился. Вот, поэтому, вот, наше породимое образование, это то, что все будет быстрее, все будет жестче и четче, конкуренция будет сильнее, качество образования вырастет, и это будет, это происходит неизбежно и независимо от того, как существующая нормативная база. В частности, значит, можно получить 55 степеней в мире через онлайн-академические степени, да, магистрских, из них, насколько я знаю, что только одна, физтеховская, но это уже большое достижение. Вот, это тоже очень, то есть доступность образования вырастет, вот, доступность, качество образования повысится, доступность вырастет. Вот, и мне кажется еще, знаете, что это не предполагает исключение человека как личности, говорит, вот, догуманизация среды и так далее, все не так. Среда онлайн-образования будет гуманизироваться, качество ее, качество хорошего, вот, как можно достичь, то есть уже данные есть исследований, что качество, значит, онлайн-образовательной среды цифровой, если правильно использованы возможности, уже ничуть не ниже, чем среди традиционной. Потому что такие параметры, как харизма преподавателя, там, глаза в глаза, вот, все вот эти вещи, то есть, трудно формализуемые, значит, которыми у нас любят оперировать, они, на самом деле, в онлайн-среде тоже вполне себе достигаются. Я это прекрасно вижу, как эксперт конкурса, вот, конкурс онлайн-курсов, который проводится в рамках, его итоги подводятся на конференции в Крач, в Канч, я, естественно, каждой осенью. Вот, и как эксперт я ежегодно должна просматривать несколько десятков курсов, которые представляются на этот конкурс. Я вижу, вот, как растет уровень, в общем, уровень растет не столько за счет того, что преподаватели какие-то не имеют, то есть, растет по всем параметрам, то есть, так сказать, структура и преподаватели, они ощущают, мы вообще очень быстро учимся, вот, они начинают понимать, как это достигать и использовать это, то есть, то есть, качество онлайн-среды тоже растет в качестве цифровой образовательной среды. Так, вот, я попыталась сформулировать парадигму, не знаю, насколько вы удовлетворены философские, это не совсем философский уровень, но вот, так сказать, то, что сетевая личность, это достаточно высокий уровень. Так, позитив, непростое время. Конечно, Лилия Рашидовна, мы уже, который кризис преодолеваем, и у нас уже была возможность убедиться в том, что кризис, это не только, что называется, негатив, это еще и позитив, это еще и возможности. Так, где можно посмотреть эти конкурсные курсы прошлых лет? Конкурсные курсы прошлых лет. Ну, вы знаете, надо посмотреть записи, просто материалы прошедших конференции в Кранч, и там может быть, ну, если нет, то напишите мне на почту, я постараюсь вам ссылки дать на эти курсы, которые были, допустим, в прошлом, позапрошлом году, я их, как правило, все... Так, конкурс называется... Так, конкурс называется... Кранчеворг, по-моему, по-моему, не так. Ссылка вот такая основная. Вот. Тут можно найти. Но если не получится, то тоже напишите, я вас скину. Я скину вам эту ссылку. Так. Ну, а теперь обещанный бонус, да. Я делаю доступный. А, вот, она уже доступна. Презентация, хорошо. Все, коллеги, спасибо большое. Компактно. Вот, спасибо, Нина Григорьевна, за то, что на добром слове, особенно за компактно. Так. Все, коллеги, спасибо большое. Передаю успехов вам, здоровья. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...